Если вы предполагаете провести интимное свидание в вашей спальне, украстьте юго-западную стену или угол этого помещения каким-нибудь ярко-красным предметом. Подсказывают хитрости фэн-шуй. А правый дальний угол спальни – это сектор взаимопонимания. Его полезно украсить зажженными свечами, цветами и романтическими безделушками. Говорят, в каждой женщине живет актриса. И в повседневной жизни мы нередко используем свой скрытый талант. Но некоторые женщины разыгрывают еще одну роль – соблазнительницы в большом зале для множества зрителей. В креатив клубе «Бартоломео» чемпионат Украины по стрип-дэнсу прошел при поддержке «Бурбон Джим Бим» и сети интим-магазинов «Клубничка». Организатор чемпионата Алина в 2007 году сама стала победительницей подобного конкурса. Этот чемпионат организовала, потому что в свое время, правильно сказала, участвовала. И была мечта, много лет, с 2007 года была мечта провести это все на высшем уровне, в достойном заведении. Спасибо «Бартоломео» с достойными участницами. Все девочки были на подбор, все замечательно. Стриптиз – это не просто раздевание, ну там голые девочки, голые мальчики. На самом деле это очень большой труд, мы все с вами это сегодня увидели, убедились в этом. То есть, чтобы просто там на одной ноге, на одной руке висеть на этом пилоне. Ну на самом деле, годы тренировок – это огромный труд. То есть, девчонка, которая весит 40 килограмм, висит на одной руке, то есть, ну это достойно похвалы, это достойно уважения. Как ты думаешь, такие конкурсы нужны для вас, как для профессионалов? Я думаю, что нужны, чтобы определить лучших. Это все мы сами, музыку, костюм придумываем, нам партнеры помогают в этом воплотить все, что мы придумали. Век танцовщицы очень коротко, а век стриптизерш он еще короче. И вот такие конкурсы, на самом деле, может быть, я взрослая выгляжу, но мне не так много лет, я очень давно работаю, работаю почти 8 лет. Такие конкурсы, они говорят тебе о том, что ты еще не вышел в утиль на самом деле. Когда люди тебе не аплодируют, тебе пора на пенсию, но мне пока это не грозит, как мы увидели в сегодняшнем дне. Каждое соревнование, оно подвигает человека двигаться к чему-то, готовиться. После чемпионата есть о чем задуматься, поработать над ошибками, посмотреть на других. Соревнование – это всегда стимул двигаться вперед. Темпераментные девушки-танцовщицы на чемпионат в Барфоломео приехали со всей Украины. Именно таких, страстных, искушенных, раскрепощенных, хотела видеть Днепропетровская публика. Как часто ты участвуешь в подобных конкурсах? Не так часто, как хотелось бы. Дело в том, что конкурсы предусматривают в основном работу на пилоне. Как вы уже заметили, я в основном работаю в шоу, работаю с публикой, работаю костюмами. Поэтому редко, довольно-таки. Как твои родители относятся к твоей профессии? Любимый человек? Отлично. Все относятся замечательно. Любимый человек, мой партнер, мой коллега. Тоже гость из Харькова, Маугли, который сегодня выступал на этой сцене. Реакция публики тебя удивила? И были ли у тебя какие-то кадры удивленных и радостных мужчин, счастливых? Кадры были. Мужчины все, по-моему, счастливые сегодня. Все радостные. Друзного не было. Я думаю, это шоу всем понравилось. И все были в восторге. Потому что у нас такое мероприятие, по-моему, первый раз. Субтитры сделал DimaTorzok